Двухполосная дорога от микрорайона Восточная Бутова до Расторгуевского шоссе в народе имеет дурную славу. ДТП тут не редкость. Плюс местным жителям приходится идти до остановок общественного транспорта прямиком по проезжей части. Пешеходного тротуара здесь нет. У нас выезд идет только на маршрутках. Общественного транспорта нет. Я даже не знаю, как предвидится он. Металл, и ты рядом едешь на скорости, и ты идешь и боишься того, что тебя могут сбить. Это большая вероятность. Что, в принципе, и произошло практически со мной. Житель ЖК Восточная Бутова Евгений Утешев рано утром 12 февраля также направлялся по обочине злополучной дороги в сторону остановки на Расторгуевском шоссе. Машины в виде пешехода на проезжей части притормаживали и объезжали. Но один водитель маршрутки дорогу решил не уступать. Даже не притормаживая, едет и по прямой. Но я чувствую, что смотрю визуально зеркало боковое. И вот этот лопух, он на ней на полметра практически в сторону. И я смотрю, прям в лицо летит. Но, конечно, я предпринял все меры защиты. Руку приподнял, ударилось зеркало в руку. И ему там в боковое стекло. То, что произошло дальше для Евгения, было полной неожиданностью. По его словам, водитель резко затормозил, вышел из машины и накинуться на пешехода. Я начал наносить удары в лицо, что я разбил ему стекло, что я не ушел, никуда-то не спрыгнул, ни на обучину, ни снег. Угрожал еще, говорил, я зарежу все это, еще раз тебя тут увижу, я зарежу тебя. В результате врач в местном травмпункте зафиксировал у Евгения множественные кровоподтеки, ушибы, ссадины лица и рук. Пострадавший уже написал заявление в полицию и прошел судебно-медицинскую экспертизу. Компания-перевозчик также начала свое расследование случившегося. Пока мы записывали этот сюжет, буквально на наших глазах произошла еще одна авария. Евгений, как и большинство местных жителей, уверен, будь дорога хоть немного шире и с пешеходной зоной вдоль нее, подобных случаев можно было бы избежать. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.